Госдума лишила российские частные клиники возможности свободно рассказывать населению о своих услугах. В СМИ запрещено размещать материалы не только об УЗИ, МРТ, ЭКО, но и о видах реабилитации, таких как массаж, грязевые ванны и профилактический отдых. Право публикации оставлено только за специализированными печатными изданиями или только в рамках специализированных выставок. Житель Самары Ренат выбирал нужную клинику с помощью интернета, но признается, этот способ подходит не всем. Есть один минус, например, старый человек из глубинки, то есть, ну, к примеру, бабушка из деревни, то есть для нее, наверное, будут ущемления. Для таких людей должны указываться какие-то конкретные услуги. Для неграмотного это будет уже тяжело. Как показал опрос, проведенный Террой, примерно 60% самарцев выбирают клиники, следуя рекомендациям знакомых, либо посещают только участковые поликлиники. 25% узнают о медицинских услугах из интернета и СМИ, 15% следят за наружной рекламой. Таким образом, частные медицинские учреждения из-за запрета на рекламу своих услуг могут потерять около четверти клиентов. В Самаре на сегодняшний день зарегистрировано порядка 100 частных клиник. Очевидно, что поправки создадут информационный вакуум для населения. И это с учетом того, что некоторые виды услуг, такие как пластические операции, компьютерная томография зубов или экстракорпоральное подотворение, оказывают далеко не везде. Теперь клиникам разрешат ограничиться только вывесками с названием и указанием профиля своей деятельности. Например, стоматология с таким-то названием. И не более того. Ну, условно говоря, нельзя говорить о том, что мы лечим конкретные заболевания, но можно говорить о том, что у нас есть специалисты лор, болезни сердца и так далее. Но именно не акцентируясь на самих заболеваниях. Наличие любой печатной информации, речь о буклетах и листовках, в помещении клиник теперь исключается. Сотрудники ФАС предостерегают. Даже если запрещенные материалы специально подкинут недобросовестные конкуренты, медучреждения все равно оштрафуют на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. В принципе, мы не расстраиваемся по поводу изменений в законодательстве. Имиджевая реклама или реклама направления гинекологии, лечения бесплодия, она не запрещена. Поле для фантазии есть, поэтому будем работать, предлагать какие-то новые нестандартные решения. Эксперты полагают, что все эти новшества в большей степени скажутся на новичках рынка медуслуг. Заявить о своей деятельности с прежним размахом уже нельзя, что сыграет на руку давно работающим компаниям. Чистка ожидается и в рядах народных целителей. Обещание снять порчу, венец безбрачия и вернуть мужскую силу теперь вне закона. Нельзя будет говорить о том, что достигнет какой-то положительный эффект со ссылками на отзывы каких-то уже вылеченных или излеченных пациентов. Нельзя будет говорить о том, что это будет улучшать ваше состояние и тому подобное. Ответственность за размещение информации, согласно закону, понесут не рекламодатели, а редакции СМИ и владельцы интернет-ресурсов. В общем и целом от введенных ограничений чиновники ожидают положительный эффект. Люди меньше будут покупаться на броскую рекламу и реже обращаться за помощью к шарватанам.